Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Номер 7, урок 29. Мы должны определить, в какой из домиков 1, 2, 3, 4 или 5 нужно нарисовать пустой клетке, в которой стоит знак вопроса. Мы выбираем домик под номером 3. Нет, извините, под номером 2. Почему именно этот домик мы выбрали? Потому что в каждом ряду или в каждом столбце у нас расположены домики с разными крышами, с разными окнами и с разными смотровыми окошками на крыше. Давайте разберёмся. Рассмотрим домики в первом столбце. Все домики в данном столбце вот с такими окошками. Внутри буковка Т спряталась. Вот так построена рама в окне. У всех трёх домиков разные крыши. В первом домике в виде трапеции, во втором домике в виде треугольника и в четвёртом домике в виде прямоугольника. Смотровое окошко на крыше в первом случае круглое, во втором случае квадратное, в третьем случае треугольное. Рассмотрим домики второго столбца. У них такие же окна, только лишь у них окна в виде крестика. Рама разделена прямоугольной, но рама в виде крестика. Крыши также у них треугольные, прямоугольные в виде трапеции. И смотровые окна также разные. Теперь рассмотрим третий столбик. Окна у нас, мы сделали вывод, должны быть одинаковые во всех трёх случаях, если мы рассматриваем столбики. То есть в виде диагональки проведена рама. Получается, что у нас есть крыша прямоугольная, есть крыша трапециевидная и не хватало крыши треугольной. Мы могли выбрать из домиков 5, 3 или 2. Домик 3 сразу у нас нам не подходил, потому что у него окошко не подходит к нашему. Остаётся нам выбрать и из домика или 5, или 2. Почему мы выбрали именно второй домик? По смотровому окошку. Если бы мы выбрали домик под номером 5, то такое смотровое окошко у нас уже есть. И поэтому мы выбрали домик под номером 2 и нарисовали его. Выполним элементы чистописания. Запишем цифру 5 3 раза. Пропустим одну клетку. Запишем цифру 5 1 раз. Пропустим одну клетку. И опять 3 раза подряд без пропусков клеток. Пропускаем клетку, записываем 5. Пропускаем клетку, записываем 3 раза цифру 5. А теперь узор. 2 клетки вверх, 1 вправо, вниз, 1 вправо, 1 вверх, 2 вниз, 1 вправо, 1 вверх, вправо, вниз, вправо. А теперь элементы начнут повторяться. 2 клетки вверх. Затем обрисовываем эту же клетку с двух сторон, сверху и справа. Следующую клетку мы обрисовываем снизу. А затем вверх поднимаемся на одну клетку, вправо и на 2 клетки вниз. Затем рисуем маленькую клеточку, обведенную с трех сторон. Второй элемент закончен. К нему присоединяем третий элемент. По такому же образцу. Будьте внимательны. Поднимаемся на 2 клетки. В сторону, вниз, в сторону, вниз, вверх. Опять на 2 вниз. А потом вырисовываем вот такой столик. Промежуточный элемент, промежуточный. И клетку с трех сторон выделяем границу. Возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.